Потому что строителем я был никудышным, находился не на своём месте в жизни. Наверное, каждый человек знает, что он может что-то большего добиться. Это во-первых. Во-вторых, если журфак, то сначала я пытался понять сам себя. Я поступал на исторический факультет, пытался, как бы сказать, побывать на философском, пока не понял самого себя, что мне вообще хочется иметь самую свободную профессию на тот период времени. То есть, не хотелось, чтобы надо мной все висели постоянно какие-то начальники, делали указивки. И я пришёл к выводу, что самая свободная профессия из всех, которые существовали в Советском Союзе – это журналист. То есть, он не имеет какой-то встроенности структуры государственной. В то время всё было государственное. С другой стороны, он может что-то как-то повлиять на ситуацию, изменить. Мы все в молодости являлись идеалистами, изменить мир, изменить какие-то принципы, построить, может быть, другое общество. И журналисты, они как бы способны что-то изменить своим словом. В то время, тем более, что в то время советская журналистика, может быть, переживала такой период расцвета, когда литературная газета выходила какими-то гигантскими тиражами. «Комсомольская правда» выходила тоже. Вот поэтому у меня такой был осознанный выбор. Не то, что сегодня, как бы сейчас. Многие даже не знают, чего они хотят, и куда они идут. Поэтому родители их направляют в ВУЗ получить общее образование, а потом будем думать, к чему они, так сказать, приготовлены. Поэтому я поступил уже на факультет журналистики. У меня было, по-моему, да, два года в армии, два года на стройке. Это было 22 года. И я уже поступил сознательно. Я знал, куда иду, зачем иду и почему хочу быть, так сказать, журналистом. Вот такая вот история. Если бы я чувствовал, что у меня, так сказать, призвание быть строителем, да, как у Бене, уже архитектор по образованию, то, естественно, может, я бы поступал в строительный институт, мечтал бы построить Крымский мост или ещё что-то в этом рай. Во-первых, я отработал 7 лет в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана». Ну и как бы быстро продвигался по служебной лестнице. Я понимал, что я был заместителем главного редактора, вот. И с другой стороны, я понимал, что это уже такой на местном уровне главный редактор, это уже потолок для меня. Ну там существовали определённые ограничения. Люди, которые как бы не жили в Советском Союзе, они и не представляют, как была построена, так сказать, система власти, кто должен был и что. Должности уже все были номенклатурные. Номенклатура – это особый слой, управляющий в Советском Союзе существовал. Это было, может быть, 1150-200. Это, так сказать, Ленинская гвардия или Сталинская или Брежневская. Поэтому был такой момент, когда, собственно говоря, открылось окно возможностей для журналистики. Я пришёл в тот момент, когда Горбачёв объявил гласность, перестройку и так далее. Начали с гласности. И, соответственно, я уже понимал, что я хочу работать в «Комсомольской правде». И каким-то шестым чувством я понимал, что я буду там работать в «Комсомольской правде». Они очень долго искали Сапкора, года три места вакантно было, пустовало. И уже отчаялись найти таких отчаянных людей, которые готовы, так сказать, работать на уровне «Комсомольской правды». Ну а потом в ЦК «Компартии Казахстана» кто-то им присоветовал, что надо вот пойти в технический журнал и там в этом техническом журнале познакомиться с таким человеком. Так вот, собственно говоря, началось моё движение. И вот этот момент, он был для журналистики в золотое время, когда ты ещё ни за что не отвечаешь, ни рублём, ничем. Можешь писать обо всём. Просто был такой, как этот порог гласности поднимался, да, можно писать об этом. А если ты написал об этом, тебе по башке не дали, так сказать, можно и об этом. А если ещё написал об этом, то можно и об этом. Где-то потолок, когда тебе дадут по башке. Вот. И когда ты, так сказать, начнёшь понимать границы рамки дозволенного, была такая тема. Называлась «Номенклатурная голодовка». Ну то есть номенклатурный чиновник, председатель колхоза, когда его во время перестройки и гласности колхозное собрание решило переизбрать, он вышел к райкому партии, сел в кресле своём и стал голодать возле райкому партии. Ну и вот, собственно говоря, такой полматериал, такой ироничный, он попал. Потом была у меня статья о мафии, которая зарождалась, только зарождалась. Я, кстати говоря, вот как раз поднимался на той волне, которую сейчас называют криминальной. В советское время же не разрешалось писать на криминальные темы, да, только маленькая заметка там могла выйти. По сводкам МВД. Да, по сводкам МВД. А я написал о первой мафии, которая, так сказать, возникла в Казахстане. Ну и там были такие интересные эпизоды всякие, как большой крёстный отец там построил себе загодя на кладбище огромный склеп мавзолейный, там памятник себе поставил. И вот я, зацепившись за это, описывал, что происходило, как постепенно набирало силу мафии. Ну, были у меня друзья, судьи, прокуроры, адвокаты, которые мне потихоньку свои дела подпихивали. Там вот было интересное дело, статья называлась «Миражи прошлого». Это один знатный верблюдовод, весь в орденах, значит, он угонял верблюда у своих соседей, у более молодых там, ну, это обычная в Казахстане баронта, да, угон скота там, перетавливал их и себе в стадо ставил. И он получал там ордена, медали там, и так далее, и так далее. Один молодой пожаловался, ну, его этого, значит, знатного верблюдовода попытались посадить, и там был такой эпизод, когда, значит, суд шёл, адвокат его достал фотографии, на которой этот знатный верблюдовод сфотографирован с Кунаевым, был такой первый секрет. Судья, когда увидел, там все увидели, и адвокат говорит, разве может такой человек, который сфотографирован рядом с Кунаевым, да, разве может он быть осуждён, да, с пассажем? Ну, это все сказали, да, конечно, это великий человек. В общем, его отпустили, да. А этот парень ограбленный, он ко мне пришёл, пожалуйста. И вот я с ними там, значит, этими верблюдоводами разбирался, написал большую статью. Она называется «Миражи прошлого». Она вызвала такой большой резонанс. Ну, я в то время, как бы, вот занимался этой критикой, за что потом и вылетел оттуда из Казахстана. Для меня, да, время было новых возможностей, потому что мы как-то в комсомольской правде уже понимали, к чему всё это идёт дело. И Сонгоркин, царство ему небесное, он как бы работал в отделе рабочей молодёжи, то есть экономикой занимался. И он, может быть, первым понял, что надо газету, так сказать, акционировать, что надо её, так сказать, сначала трудовой коллектив выкупать, потом искать каких-то инвесторов, вкладывать в неё деньги, развивать, изменять. Мне в какой-то момент стало скучно. Я писал большие такие статьи, которые вызывали, тираж был 22 миллиона экземпляров комсомолок, которые вызывали там какой-то романный отклик, ну, по-старинному все говорили. О, два мешка писем принесли, три мешка писем принесли. И я вот последнюю статью, я помню, написал, она называлась про автомобилизацию, что новая индустриализация России пойдёт через автомобиль. Ну, раз я в автомобильном журнале работал, я на эту тему рассуждал много, вот, и новая индустрия – это будет автомобильная. То есть, потому что автомобиль – это товар товаров, да, это автомобиль, это не просто потребительский товар, это мечта, это расширение границ возможностей, да, это путешествие, это… И, кроме того, это экономический феномен, потому что автомобиль, он сам по себе как вещь купил, а потом он начинает жрать. Ему нужен бензин, резина, да, и всё. То есть, и для того, чтобы автомобиль собрать, нужно иметь там 500 предприятий по стране, да, смежников всяких. Да, конечно. И вот я написал как раз, что автомобилизация пойдёт. Ну, я считал, что я вообще как бы предугадал, я действительно предугадал, что да, вот пойдёт с того, что начнём собирать автомобили, что и произошло на первом этапе. И всё. И вот как бы это было в начале 92-го года, и никаких откликов не слышно. Вот я по-советски её написал, да, то есть я понял, что в принципе сейчас уже людям это всё не нужно, да. Они сейчас озабочены куском хлеба, добыть там, не умереть с голоду, детей накормить, одеться как-нибудь, удержаться, всё, страна сыплется, всё развалится, там война, там это. А я им как бы светлую советскую мечту объясняю, как будет дальше. Вот в этот момент я понял, что вместо того, чтобы просто описывать, как в Советском Союзе учили там журналистов, сначала надо найти проблему, потом описать эту проблему, это высший пилотаж считался, и подсказать пути, как надо решать эту проблему. Я понял, что надо просто решать эти проблемы самому, да, идти и работать. Вот с этого момента я перешёл в коммерческую службу, и мы уже начали создавать эту, кто как называет империю, там, холминг или ещё как комсомольская правда. Вот комсомольская правда, четыре полосы. Одна из этих полос раз в неделю, которая выходила, была с телепрограммой. Телепрограмма была московская. А во Владивостоке или в Туле эта телепрограмма была не нужна. Ну, московское телевидение, да. Здесь как бы её не принимали. Ну, а механизм был так построен, что по всей стране была единая газета выходила. Ну, ваш покорный слуга, Сунг Горкин, ещё там некоторые люди поняли одну простую вещь, что вообще эту телепрограмму можно снимать на месте, да, снять и поставить свою телепрограмму. И тогда она будет, газета будет более актуальна, да, читатель, поэц. Вот так как местная телепрограмма всегда была меньше московской, телевидение-то было местное, там один какой-нибудь каналчик и всё. То естественно снимали, там полполосы уходило на телепрограмму неделю. А полполосы куда? А на полполосы надо было набирать рекламу. Наберёшь рекламу и за счёт этой рекламы можно телепрограмму напечатать, можно, так сказать, заработать на содержание людей, которые там это будут перевёздывать и так далее. Вот. И так и пошло. 56 предприятий мы построили, 56 точек печатания было. И появились люди, которые снимали телепрограмму, приходили в типографию, искали рекламу, ставили. Вот. Но реклама была столько, она пёрла вверх, что можно было уже заработать не только на это, да, и на свой кусок хлеба, а там можно было бы ещё набрать столько реклам, чтобы сделать ещё вкладку одну. Вот было четыре полосы, раз ещё одну, две полосы с телепрограммой. Не с телепрограммой, а с рекламы вставил в эту газету, уже, так сказать, она потолще. Ну а так как просто делать две полосы без информации, без заметок, с этого момента на эти деньги можно было нанять корреспондентов, и они бы ещё в эту вкладку, так, это было, я их называю, втычка, да, в эту вкладку, во вкладку могли писать свои заметки. То есть, появились корреспонденты, корреспонденты тоже хотели отмечаться, да, тоже хотели, денег становилось, рекламы больше, и уже, скажем, на газету нельзя было грузить там больше каких-то 40 процентов. Тогда мы предложили делать просто рекламные газеты, всякие, Регтайм, там, Вабанг, как она там называется, Экстра М, да, вот это всё, это отсюда всё родилось, на Западе подсмотрели, здесь всё это, и вот при этих предприятиях уже начали лепить рекламные газеты, да, которые тоже сейчас, по-моему, благополучно умерли, но в то время они, как бы, сыграли свою роль в рекламном рынке. Ну, соответственно, система разносим, раздаём там, ну и так далее, и так далее. Люди появились, машины заездили. Ну, а дальше уже было, вот когда я уходил из комсомолки, я говорил, ну, а теперь вот ты это взорву, это да, ну, теперь надо открывать свои газеты, да. Ну, то есть, и я, как бы, начал дискуссию с Сунгорким, там, со всеми ребятами. Я говорю, вот, я бы таким путем пошёл. Сунгорким, он считал, что надо то поддерживать только комсомольскую правду, утолщать, увеличивать там, делать выпуски, а я считал, что надо делать отдельный продукт, что у меня уже появились такие журналисты, способные делать отдельный. Вот так. Я ушёл в 2000 году, 8 лет я отработал руководителем этой системы, вот этой вот, которая газеты выпускала и прочее. Потом попрощался, ушёл, мы поделили акции, которые у нас были. К тому времени мы уже выкупили комсомолку, вот, у её, так сказать, акционеров, акции поделили между всеми, всем понемножку. Мы собрались там, сколько-то нас человек, выкупили эти акции, потом их продали на эти деньги, значит, там открыли ещё предприятия. Ну, и я, уходя, продал и решил, что вот свои мечты я воплощу, например, там, в славном городе Воронеже и окрестностях, да, где мне понравится. Какие-то у меня были деньги, я выкупил у комсомолки те предприятия, которые считал перспективными и поехал в Воронеж, там, значит, уже с моей подачи уже существовала газета моё. Газета — это продукт интеллектуального труда, это первое отличие от интернета, а интернет — это мусорная свалка, вот. Значит, как продукт интеллектуального труда, он всегда, она всегда будет иметь свою аудиторию, люди, которые хотят получить позицию, так, которые хотят получить достоверную информацию, а не какой-то там фейк, который вылезает всё время на экране, да, люди, которые, так сказать, хотят получить аналитику, вот, и соответствующее оформление, да, газета, как бы, имеет своё оформление, своё лицо, ну, и, соответственно, имеет какую-то аудиторию людей, которые, ну, читают. Чтение — это умственный процесс, осмотрение — это процесс потребительский, да. Большинство людей, конечно, предпочитают потреблять, потому что это легче, это как бы, ну, свобода журналиста — нет такого понятия свобода, каждый не может быть, так сказать, свободен. Вот есть такие классические определения, по-моему, кого-то из великих философ, то ли Гегеля, то ли Маркса, что моя свобода кончается там, где начинается там ваша свобода, наверное, вокруг этого всё идёт. Поэтому свободная журналистика не существует, абсолютно свободная. Каждый журналист зависит, первое, от самого себя, да, насколько он готов рисковать, дальше от главного редактора и политики газеты, да, дальше от учредителей, это я вот без всего там, без политических, от учредителей, да, от владельца газеты в первую очередь, да, а дальше она уже зависит от рекламодателей, дальше она зависит от политической ситуации и политики. То есть не надо врать, я бывал несколько раз на всяких тусовках в Европе, там, где нам рассказывают, что там, как бы, можно писать о чём угодно, как угодно. Ничего подобного не было никогда и не будет никогда, ни там, ни здесь. Поэтому свобода – это, как говорят, осознанно необходимость. У меня было всё просто. Значит, все, кто учился на факультете журналистики, в юности мечтают написать так называемую нетленку, да, потому что журналистика – это проход туда, в литературу и в вечность, все. Но жизнь так складывается, что сначала надо там имя заработать, потом кусок хлеба, потом семью кормить, потом ты в большом бизнесе вертишься, так сказать, и у тебя море всяких проблем, тысячи, тысячи проблем, а тем более, если ты ещё живёшь в годы перестройки, развалы целой страны, распада государства, появление нового крещения Руси, появление новой, так сказать, экономики. Ну, такие события бывают раз в две тысячи лет. Последний раз это было в Римскую империю. Вот. Ну, конечно, у тебя на это нет ни времени, ни сил, ничего, ни здоровья. Но мечта у каждого остаётся, да. И если ещё к этому периоду времени у меня ещё силы оставались к шестидесяти годам, вот, я понял, что либо я напишу свою нетленку, да, и как бы расскажу людям, что мы пережили, как мы жили, либо нужно на этом поставить крест, а потом, когда будешь умирать, будешь всё время говорить, мог, мог, а не сделал, понимаешь. И вот будешь с великим разочарованием, да, ты вот, ты предал свою мечту журналистскую, да. Да, я делаю романы, которые, так сказать, ну, не самая высшая планка, я считаю, что книга должна обязательно читаться, да, но для интеллектуального условия, который что-то понимает, соображает, для этих я пишу. Я понимаю, что всё-таки вот это время оказалось в глазах нашего населения, ну, всего Советского Союза, да, это огромное, и других стран, как время какое-то безвремени, да, где люди не жили, а выживали, что они просто такой расходный материал истории, да, и большинство, как бы, и ныне живущих, и следующих поколений нас воспринимают, как людей, которые, значит, вот, ушли в никуда, но это не так, потому что в это время, я себя отношу к той части людей, строилась новая страна, новая экономика, да, из хаоса, из вот этого, из разрухи, да, вырастали новые люди, чтобы не говорили там какие-то наши потомки, там, что вот они тут жили, какие-то гумус, да, там, какой-то человеческий мусор, да, оставили нам всё, развалили и всё. Нет, мы жили, боролись, страдали, любили, да, как все, и кто читает, кто жил в то время, так сказать, вспоминает и плачет, а кто не жил, вспоминает, как жили, да, и, может быть, и мне когда-нибудь доброе слово скажут, вот он написал про нас правду, у них тоже не взялся, пришлось браться мне, ни один писатель не написал о девяностых годах хотя бы там частичку правды, все какие-то там олигархи, вот они то украли, они это украли, здесь они обжулили, тут они объехали, да, кого-то кинули, не так всё было, было и это, но не это было главное, была огромная страна, которая растерялась, которая потерялась и была, скажем так, часть людей, горсть людей, которые начали, как эти, знаешь, вот всё время про лягушку, которая попала в сметану, одна попала и тонет, а другие скачут, вот мы как лягушки скакали и выскочили. Ну, это вот книга тоже такая, мне кажется, основополагающая, потому что это книга Берии, Берия, так сказать, это одиозная фигура в представлении нашего населения, это человек, который прославствует своими там репрессиями и любовными похождениями, всё, больше никто, за что и было расстреляли. На самом деле, Берия вместе с Курчатом создал атомную бомбу. Чем она актуальна сегодня, а мы живём 70 лет под сенью этой самой атомной бомбы, и 70 лет нас ещё никто в пыль не превратил, потому что она у нас есть, и в этом есть заслуга в этих 70 годах мира этого человека. Чем эта книга отличается от предыдущих, она отличается одним, я когда стал езжать в эту историю, я хотел написать роман, но я понял в этот момент, когда стал знакомиться с документами, я понял, что в принципе, да, эти документы намного интереснее всего, что я могу сочинить, присочините там и всё. Здесь проблема в чём? Мы своей истории вообще не знаем, да, и как бы она всё время меняется в зависимости от того, какая власть, да. Пришла там советская власть, такая была история, потом после 50-х годов Берию там и Сталина развенчали, вот теперь история такая, где в 86 году всё переменилось, опять история поменялась, да, сейчас опять какая-то история происходит, поэтому для меня это было ещё важно тем, что надо показать подлинную историю, а тут через 70 лет уже после всего вдруг начали, так сказать, потихонечку снимать грифы секретно с наших документов, и когда эти документы как бы вывалились, да, я увидел, что эта история документальная намного интереснее всего, что я могу сочинить, да, и тогда я сел и четыре года ковырялся в этих документах и написал эту историю, такую, какая она есть, но это уже отдельный разговор.